Стрим в эфире, всех приветствую, приветствуем мы вместе, тех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире и в записи на ютубе. Напишите, я надеюсь, что в этот раз, да, стартанули с первого раза, напишите, что где-нибудь вообще. Все норм, вот, я же говорил тебе, в этот раз с первой попытки стартанем. Так это у тебя такой ужасный ник? У меня отличный ник, не надо, ты тоже что-нибудь скажи, а то у тебя как будто нет здесь. Я здесь. Вот, все, собственно, начинаем. Напоминаю, что остановились мы в тюрьме Ледяного Короля, он же Борис, он же Борис. А, по поводу ников, господи, надо же было сказать. Ребят, как я и написал, а это написал я, да, собственно, всем рекомендую перебраться на SC2TV в чатик, у кого есть возможность. Там с никами все в порядке, и вас будет удобнее читать. То есть мы как бы будем стараться, конечно, читать, но когда вот такая вот каша из ников, то это становится гораздо сложнее. Вот Марина подтвердит на собственном опыте это. Да-да-да, со мной даже не хотели из-за этого общаться сегодня. Вот видите, как бывает. Невозможно просто было, реально все сливается, я не видел просто сообщений, серьезно. Ну, это, конечно, мои индивидуальные особенности еще. Ну, в общем, здесь предположительно белая ведьма, с которой я сейчас хочу заговорить. Если она первая это не сделает. Нет, она первая это не сделала, поэтому я осмотрюсь вокруг аккуратненько. Сидит в кристалле, ждет своей минуты. Все, сейчас я воздействую на кристалл. Ага, то есть как бы... Окей, слушай, то есть я ничего не могу сделать, у меня только обновилось найти ведьму. Мы нашли белую ведьму, но она заперта в ледяном кристалле. Чтобы освободить ее, нам понадобится помощь. Ты представляешь? Нам понадобится помощь. В смысле помощь? Чья, да? Хороший вопрос. Внедрение к непорочным. Слушай, ну... А что, мы не можем вот так вот сделать? А, вот так помочь. Так, я отойду на всякий случай, пока ты помогаешь там. Все, вот-вот я примерно... О, а ты с Модорой просто заговорила. Я уж подумал, нахер, если ведьма, что ли, заговорила. Она ругается на меня. Говорит, кстати, о тварях источника. Направляю эту штуку на них, а не на меня. Ей не понравилось, видимо. Она не любит, когда так вот. Когда так. Так, нам... Ну что, ну нам, получается, надо уходить отсюда и... Ну да. Да нет, на СС-2 ТВ не должно быть задержки много больше. Ну, может быть, чуть-чуть. Поэтому, ребят, можете, собственно, не волноваться по этому поводу. Так, а нам сейчас, если уходить пешком, то это надо... А, тут есть портал. Очень странно. А, там у нас неоткрытое поле, вот это вот силовое, которое было за Боресом. Мы его, собственно, пока открыть, судя по всему, и не можем снять это поле. А в остальном мы... Да? Ну да, у нас же вроде как нифига такого не появилось, связанного с этим. Ну, по крайней мере, ситуация, в общем, никак не поменялась. Я сейчас, конечно, до него на всякий случай сбегаю, но, судя по всему, нам с тобой нужно возвращаться в какую-то из стародавних локаций. Вот. У меня такое ощущение. Либо, либо, знаешь, что еще я подумал? Что? Помнишь, вокруг Бореса стояли статуи? Четыре. Четыре статуи. И вот они не бессмертные. Может быть, их раздербанить, они вроде как не очень высокого уровня. Вдруг, если их раздербанить, то спадет поле. Думаешь? Ну, можно попробовать. Я выдвигаю теорию, я сейчас сохранюсь перед реализацией, и мы попытаемся, наверное. Давай попытаемся. Воздухом буду фигачить сейчас это. Ну-ка, давай-ка. Ну, дамаг проходит. Собственно, ты тоже там что-нибудь задамажь. Я пойду водную какую-нибудь бить. Да, 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 какую-нибудь водную. Сейчас мы их убьем. Или земляную. А, нет, земляную ты бьешь, да, Вич? Да, я бью земляную. Наполовину уже даже убил. Пишут, големом сходите. Спасибо. Каким големом? Ну что? Вот именно, я тоже так подумал. А к каким големам... Какие големы? Вы о чем вообще? И писать нам, в общем-то, тоже об этом нельзя, потому что если человек напишет, то это вроде как спойлер. Ну, мы пока никаких големов вроде как не встречали. Так. Может, под големами подразумевается? Ну, ладно, не будем гадать. Так, я почти добил. Сейчас должно произойти, наверное, что-то. Вот у меня такое ощущение. Ну, а я расфигачила с двух попыток. С двух смысле залпов прям? Да. Ну, честь это чудо-богатырь, да? Так, а мне кажется, я вот эту сейчас буду хорошо фигачить, потому что она огненная. И я ее прям сейчас водицей... Нет, не так уж... Чем-то я там била таким? Огнем. Фига себе, как ты это делаешь? Я стою, понимаешь, что... Мучаю эту статую, почти нифига ей не наносят. Прямо с двух попыток что-то убиваешь. Ну, да, с двух ударов. По очереди. Чатик, слушай, чатик сегодня будет, видимо, тихий такой. Спокойный. Ага. Вообще, блаженный. Так. Ну, и что там у тебя? Ну, я вот ее бью, половину снес уже с нее. Давай. Под магнитом чем-нибудь, не знаю. За Мадори там ее. Не, Мадора не может. Мадора не может? А через клоун провести? Ну, только если... Не, не может. Не может? Ну, ладно. Она такой фигней не занимается. Она уже не в том возрасте. Слишком стара для этой фигни. Угу. Так, все, ну вынесли. Окей. То есть мы вынесли сейчас только что последнюю, я верно понимаю? Да, именно. И ничего не произошло. Ничего не случилось, нет. Ну, по крайней мере, знаешь, ничего худого тоже не произошло. Уже хорошо. Нет, нам, конечно, писали про хинт, при помощи которого можно все это дело преодолеть. Но это же вроде как... Неправильно. Да, это все как-то неправильно, поэтому еще раз загляну на карту. Но мне кажется, что получается вот на этой большой локации нам таким образом делать особо нечего. Я сейчас на всякий случай еще в журнал все-таки загляну. Закрытие разрыва. Зигзаг, ты же сказал о нападении. А, это что-то новенькое вообще. Легенда об овце-оборотне. Месть искателя-источника. А, это история Модоры. Внедрение к непорочным. Значит, наверное, нам нужно вернуться. Внедриться? Внедриться, да. Ну да, на С2ТВ есть такой нюанс. В Лукула Сильвер Глен предлагаю. Для начала, чтобы там сориентироваться. Уже на месте. И у нас там три варианта, если мне память не изменяет. Ну, которыми мы можем вот прямо сейчас воспользоваться. Первый это внедрение к непорочным. Второй это шахта. Где там придется, короче, передвигаясь на картах, потихоньку обходить бессмертных рыцарей смерти. Чтобы там, как нам спойлернули, где-то внутри найти способ их уничтожения. А потом, соответственно, в перспективе их уничтожить. И третий это пойти на север локации. В пустыню, да? Сундучок короля брака в часовне. И что с ним, с этим сундучком? Мы нашли типа ключ от него, что ли? У брака. Кстати, у тебя в инвентаре никаких ключей нет, на всякий случай, просто чтобы все Скарлетт сбросили? Сейчас посмотрю. Там, напоминаю, отдельная вкладка, напоминаю. Да, я знаю. Нет, нет ключей. Нет, да? Всякой фигни полно, а ключей нет. Окей, слушай. А я сейчас тогда посмотрю, не появились ли каких-нибудь новеньких ключей у Скарлетт. Ух ты, сколько ключей у Скарлетт. Кстати, ты у меня периодически пропадаешь в Скайпе. В Скайпе пропадаю? Угу. Ну, ты у меня абсолютно замечательно звучишь, поэтому... Я рада. Я думаю, что мы как-нибудь справимся с этим. Так, а, ну просто вдруг забыли, то есть вообще в принципе про сундук. Ну, конечно, мы про него забыли, но я не уверен, что есть смысл нам сейчас про него напоминать. Так, сверим часы. Куда здесь можно пойти? Я тоже уже как-то не особо помню. Что это за жесть тут такая? Где жесть? Вот на севере локации есть открытый такой кусок, и там все такое прям огненное-огненное. И как туда попасть? А, я вспомнил. Ну, точнее, примерно мы там были, но там, короче, ничего не было. Значит, попадать в него нужно через другую часть, через ту пустынную. Короче, тут какая-то, знаешь ли, все плохо. Ключи, цундука, брака. А, ну дальше дадут. Тем более, нафиг нам о нем напоминать. Давай, наверное, все-таки внедрение, короче, к этим непорочным. Я точно не помню, откуда там нужно было бежать. Подожди, через часовню мы попадем. Да пофиг, давай через часовню. Тут портал, который нас куда-то там выкинет. Во. Все, да, вот это место я помню. Сейчас от него мы можем пойти... Вот, к поселку непорочных как раз. Можно, в общем-то, телепортироваться через поселок непорочных. Лукула, Лукула. Во, Лукула, поселок непорочных. Давай сюда. У нас... Я помню, что я и Вальдемару, и Скарлетт выдавал медальоны, которые там эти непорочные просят. Поэтому мы, по идее, должны сюда зайти сейчас без приключений. И даже в ту емкости необшмонанные стоять. Стоять петушку. И Мадори тоже? Медальон? Да. Ой, ну может быть, если только случайно. Нет, нет, он такой Вальдемар. Так, а что-то как-то они даже не спрашивают. Священную деревню всяким заблудшим... А чем ты торгуешь? Пеньком, когтем, всякой фигней. Дальше. Конечно, вот мой амулет. Братья и сестры, приветствую тебя, уверенная душа. Добро пожаловать в самую просвещенную деревню Ревелона. Теперь мы снова встретимся. Теряю, теряю хватку, теряю хватку. Академия Непорочных. Нет, давай сначала осмотримся, наверное, на местности, а потом уже пойдем по внутренностям. По домам? Да, по домам пойдем, точно. Бочка. Тенебревая руда, ты прикинь. И что, вот она прямо вот так вот, ее можно брать? Просто... А, ну да, логично. Окей. Мне неохота, чтобы на меня гниль воздействовал, поэтому тенебревая руда пусть пока полежит здесь. Ученик. Здорово, толстосун. Готов раскошелиться? Ух ты. Он тенебревым оружием, судя по всему, торгует. Так, дальше. Ты что, в хлеву родился? Как ты приветствуешь покупателей? Извини, босс, извини, что это не повторится. Привет, храбрый герой, чем могу помочь? Конец. Так, давай-ка поговорим с боссом, наверное, для начала. Слышал, тебе нужно практиковаться. Босс ничем не торгует. Торгует ученик. А торгует он очень... Кстати, давай-то, наверное, сам... Ну ладно, вообще-то. Ты же гоблин. Ну, не совсем такой раздражительный, как мои сородичи. Я принял учение богини, а вместе с ним цивилизацию. Что это за деревня? А, я-то думал, что ты из наших. Ну ладно. Если проживешь здесь подольше, то, может, начнешь приносить пользу. Это точно. Смотри, это деревня непорочных. Называется Священный Камень. Здесь любой почитатель богини, орк, гоблин или человек может искать просвещение и практиковаться в искусстве непорочных вдали от посторонних глаз. Значит, ты ученик кузнеца? М? Так. Точно. А ты как думаешь? Я уже начинаю понимать, как тут все устроено. Однако моему хозяину так сложно угодить. Что тебе известно о Тенебри? Сколько угодно. Тенебри один из множества даров, которые богиня щедро дает своим детям. Мастер учит меня делать из него самое грозное оружие в Ревелоне. Это прям хорошие предпосылки. Вы мелкие, мягкие человеки. Должны быть особенно осторожны. Для нас в даре богини скрыт... Для вас в даре богини скрыт особый сюрприз. Расскажу о господине. Не самая благодарная публика, это точно. Но для обращения с даром богини нужны самые высокие стандарты. И кроме того, он меня ударил всего три или четыре раза. Кажется, я ему нравлюсь. Так, вот зайди к нему и посмотри. Там какое-то очень странное на вид оружие. Блин, а на мне, короче, гниль лежит. Там никакого очищения у тебя нету? Да вот она... Как бы это заражение гнилю, это вообще какая-то отдельная тема. Есть. Так. Я знаю, что кровали. Ладно, на космические корабли похожи. Да-да-да. Так же. Так, это все кража. Тенебривой руды здесь дофига. Точно ручье. Но я не рекомендую, конечно, тенебривую руду трогать. Я очевидно зря ее потрогаю. Сила, день, здоровье. Потом я тоже быстренько гляну, что за там оружие. Так. По идее, оно нам так или иначе понадобится. Ну, так связанное с тенебрим оружие. Насколько я знаю, потому что можно тут зачаровывать оружие тенебриям. Так. Пока в чатике обсуждают, докуда я в ведьмачке нашел сегодня. Понимаешь? Докуда? Ну, а ты типа не знаешь. Доканализация? Нет, даже не доканализация. Хотя, подождите, да, доканализация в Изиме получается. Молодец. Ну, и что бы. Ну, вообще, это гниль фигня. Она единичку урона, и это довольно медленно, поэтому я не буду париться. Ой, я не знаю, у меня что-то сейчас башка нет, они соображаются. Ну, запей просто глянул, и фиг с ним. Плани, папки, оружие. Я сейчас просто быстренько гляну, что там, примерно, да, и все. Арбалет, тенебривый лук. Ну, так, как бы, они в основном простые, поэтому, честно говоря, конечно, не очень интересно. Щит даже есть тенебривый. Ну, ладно, короче, посмотрели и хватит, пойдем дальше. Даже воровать не будем, хотя могли бы. Ну, ты сейчас у меня опять пропадал. Опять пропадал? Я говорю, даже воровать у них ничего не будем, хотя могли бы. Угу. Окей. Так. Ну, давай уж. Маркер. Это лавка мастера тенебрия. Давай, наверное, все-таки зайдем в академию, которая тут тоже рядом со входом. Ну, давай. Побежали. Посмотрим. Академия непорочных. Справочник симулянта. А, тут они сидят, у них тут класс прям такой. Такой класс. Там какой-то торговца, что ли? А. Нашла узорчатый сундук закрытый. И что ты с ним делаешь? Какой сундук? Ничего не нашла никакой сундук. Смотри, там стоит сундук прям под навесом. Рядом с этими корзинами, которые ты только что осматривала. А. Рекомендую его тоже осмотреть. А тут вот у меня студентики. Ну, я сейчас поговорю с преподавателем, наверное. Посвященный наставник. И у них еще мертвый гоблин бежит. На столе разделочном. Наставник торгует разного рода зелиями. У него довольно много денег. Добро пожаловать, любознательная душа. Пожалуйста, оставайся среди непорочных, изучая законы богини. Выйди из сонма заблудших на путь истинный. Расскажи мне еще о непорочных. Мы служители богини и воины всеобщего блага. Мы стремимся возвыситься над заблудшими и обрести просвещение, внимая по учениям, которые придает нам священная пифия. Но мы уже поговорили, как ты помнишь. И как все здесь наверняка помнят с пифией. Мы уже выяснили, что это громадная мистификация. Мы живем в гармонии с Тенебрием, приняв его проклятие и благословение. Кто такие заблудшие? Это знаешь, как это? Как общины, короче, этих. Как они называются-то? Сектанты, короче. Нет, вот эти я пытаюсь вспомнить. Такие они от всех технологий-то отказываются. Как же они? Амиши. Угу. Расскажи мне про пифию, что он скажет. Да, что мне интересно про пифию? Я уж с ней встречался. Что такое Тенебри? Вот это интересно. Да, причина гнили, рок-богини, шахтеры Сильверглена открыли этот странный минерал совсем недавно. Именно после этого с небес спустилась пифия к нам, готовым принять ее. Я хочу узнать больше о гнили. Самая страшная болезнь и самый драгоценный дар пифия пришла к шахтерам, пораженным этой болезнью и предложила им лекарство. Она показала им, что можно исцелить даже самые безнадежные случаи гнили, если пожертвовать во имя всеобщего блага одного из заблудших в их рядах. Вот оно что. Расскажи о кровавике. Наша самая драгоценная реликвия. Чтобы получить кровавик, нужно прежде всего добыть осколок звездного камня. Принеся в жертву заблудшего, мы превращаем этот простой самоцвет в драгоценный камень, который способен исцелять болезни и раны. У нас, кстати, их есть две штуки. Вот, если что, можем использовать. Что ты знаешь о звездном камне? До пришествия... Кстати, я у тебя не пропадаю сейчас, нет? Нормально? Марина? Hello? Видимо, ты пропала. Да, да. А, все, теперь ты здесь. А, ты отходила? Нормально, окей. До пришествия пифии звездный камень. Очень похоже. Был просто симпатичным самоцветом, который использовали для украшения. Мы, глупцы, даже не понимали, что этот камень подарила нам сама богиня. Мы, глупцы, украшали наши статуи, мечи и жерелья камнями, которые могут превращаться в кровавики. И я ухожу просто. Но тут у них есть второй этаж. Но, блин, они что-то... Как-то это... Проход на второй этаж вроде как считается чем-то плохим. Так, я сейчас сохранюсь и попытаюсь все-таки пройти на второй этаж. Вдруг... Вдруг они это воспримут спокойно. Ну, я прошел, в общем-то, на второй этаж. Вроде бы никто за мной не пустился в погоню, так что... Не хочешь присоединиться? К тебе? Да-да, на втором этаже. Присоединиться ко мне на втором этаже. Тут куча сундуков и подушек тоже. Но я думаю, что подушки я уже не буду больше воровать. Сундуки, подушки. На что это намеки? Сундуки, подушки, бочки. Никаких намеков. Так только. Это намеки. Это намеки. На воровство опять намеки. А, намеки на... На воровство, конечно. Естественно. Но... Только об этом. Неплохо получилось. Неплохо. Ой. Ледяной элементаль Тундрин и огненный элементаль Сергай. Где? Спящий Сергей. А у меня здесь стиральная доска. Всего-то лишь. Так, пустой флакон. На втором этаже вообще никого. То есть прям... Лутаешь в свое удовольствие. Такой ходишь. Так, я буду потихоньку. Тарелки у них, я смотрю, обычные. Это неинтересно. Я, правда, заберу у них ужин с одной из тарелок. Где ты там? Ты же, по-моему, всю деревню осмотрела, да, пока? Да нет, нет, ничего. Нет. Пустая бутылка. Ну, в основном, к сожалению, эти ящики и корзины как-то пустые. Как-то пустые они. На всякий случай, еще раз, если кто-то... Что случилось? А, это ты появилась, я уже испугался. Возьми вот нижнюю половину второго этажа пока на себя, а я потом присоединюсь. На всякий случай, напоминаю для тех, кто недавно присоединился, ключ от тюремной двери я нашел. Тут интересно. Тут никого нету, что ли? Да, здесь вообще никого, я сам удивлен. Что, подушки не берем, да? Нет, подушки уже хватит, их уже и так дофигища у нас достаточно. У нас перенасыщение подушками уже настало. Можно зайти на SC2TV, если, конечно, вы там зарегистрированы, и писать оттуда, и там... И мы вас будем видеть точно так же, как, в общем-то, и всегда. И там с чатиком на текущий момент нет проблем, в отличие от тех проблем, которые, к сожалению, испытывает на себе кибергейм. Ты все сундуки осмотрела, да уже? Ага, вижу. Можешь перепроверить, конечно. Нет, нет, ну что, я тебе доверяю. Табуретку? Нет, доверяешь, ты, конечно, доверяешь, но я... Да, я просто смотрю, там уже написано, пусто, пусто, пусто. Все. Я вон занимательные жидкости только возьму. Это моя любимая серия книг. В Ревелоне, да, занимательные жидкости. О, тут еще есть сундучок между... Ну, в общем-то, все. Здесь все. Ничего выдающегося не было, но хоть так. Да, что такое? Опять с Жаном. Жан, да, опять с Жаном. Смотри, из-за тебя у меня Жан отцепился. А-а-а, ну все, теперь. Не трогайте, пожалуйста, так. Вот теперь меня спалили, что я сюда зашел. А, ну вообще нормально, у него не настолько сильно снизилось отношение ко мне. Сейчас проверим неофитов-студентов, нет ли среди них какого-нибудь именного... С именем? Да, но нету. Какой-то из Садова. Вот, кстати, тоже обрати внимание. А вот и тюремная дверь, кстати говоря. Ну, а им не понравится, если мы сюда проникнем, в эту тюрьму. Так что пока не будем. Всех не сможем ответь. Да. Это, к сожалению, верно. К тому, что тут еще и у нас стражники, он периодически патрулирует. Так что продолжим дальше исследование деревни. Я сохранюсь еще. Да, 75 человек смотрят, даже больше 75, и тишина. Острый мезеркорд. Нет, спасибо. Так, непорочный буреносец. Так, я все-таки буду идти вот по этой... А, вот они, да, эти элементы? А ты с ними поговорила? Нет, конечно. Давай я тогда поговорю сейчас. Где же Тундрин и Сергей? Действительно. Тундрин и Сергей. Тундрин торгует 86 монетами. Так. Кто ты? Разве это не очевидно? Вечный несокрушимый ледник вроде меня, это же идеальная защита. Меня и вот того углемордого вызвала госпожа Аттенбера, чтобы мы ее охраняли, однако она сама похожа в состоянии за себя постоять. Расскажи мне об этой госпоже. Бла-бла-бла, что ты знаешь о Пифе, о непорочных. Что тебе известно о Тенебре? Для твоих родичей Тенебре опасен. Ясно. В Сильверглене есть один парень, Брэндон, кажется. В общем, кажется, он учит людей обращаться с этой штукой так, чтобы не заболеть. Она говорит, что это святотатство. Так, обходиться сроком богини. Мне кажется, надо вернуться будет еще к этому Брэндону. Что ты знаешь о Звездном Камне? Ну, ничего интересного. Короче, он мне на самом деле не рассказал. Так, а теперь Сергей что мне расскажет? То же самое. Абсолютно такие же реплики у него. Ну, по крайней мере, такие же вопросы ему можно задать. А, а он чем торгует? А он вообще на миле, у него ноль монет и всего остального тоже нет. Он вообще нищеброд. Лавка, уу, лавка геоманта. Слушай, может быть мы здесь найдем какие-нибудь интересные штуки. Аттенбера, стой. Прежде чем получить разрешение войти в мою мастерскую, тебе нужно доказать, что ты лучше этого трупа, который я когда-то называла своим учеником. Скажи, если бы тебе тоже довелось уничтожить мой драгоценный камень, какие слова бы я от тебя услышала? И тут у меня запугать, очаровать, убедить. Ну, очаровывать ее стоит ли? Может попытаться убедить? Блин. Это будет трудно. Сохранюсь. Ну, на камень ножницы, естественно. Ну, это понятно. Камушек. О, хорошо пошло. Она пыталась ножницами. Зайти. Бумажка. Спокойной ночи, ты подтягиваешься. Угу. Вот что-то не поперло, все, она победила. Ты только во время стрима не засыпай, люди не поймут. Ты думаешь, они-то сомневаются в твоих способностях? Каких? Стримерских. Каких еще? Господи, я вот не понял. Так, попробуем со второго захода. Это была тонкая-тонкая шутка. Слишком тонкая, видимо. Так, попробуем снова с камней зайти. Ты не понял? Нет, мне объяснить. Нет, я правда не понял, объясню. Ну, если я засну во время стрима. Угу. Ну, продолжай. Люди начнут сомневаться. А, сомневаться? Стоит ли вообще смотреть, да? Ты об этом? Нет, нет, нет. Блин, ты давай тогда напрямую говоришь что-то, это несказательно. А, я потом объясню, ладно? Потом, окей, хорошо. Напиши сейчас скайпики, а то потом опять забудешь. Зато всегда, я не помню. Люди начнут сомневаться, настолько ли ты хороший стример. Ну, это я и понял. Стоит ли меня смотреть, если люди засыпают во время стрима? Хорошо, так. Снова зайду с камня. Ладно. Опять хорошо. Ладно, без моих так. Не-не, ты себе где-нибудь поставь там галочку. Мне правда интересно это почитать. Как-как-как-как-как ты меня оскорбил? Там тонкая-тонкая аналогия, понимаешь? Вот мне интересно. Тонкая метафора. Мне интересно просто это понять. Я хочу просто как бы полностью осознать, как ты меня оскорбила сейчас. Окей. Так. Что же мне с ней делать-то? Ну, камушек давай. О-о-о-о, матчбол. Причем вот либо она, либо я. Ножницы. Есть! Я победил таки. Всего-то с четвертой попытки. Хорошо. Как видишь, я очень требовательная хозяйка. Ну, входи, если хочешь. И все. И нам теперь можно заходить. Нам теперь можно заходить. Я сохранюсь по этому поводу. Потому что это прям просто путевой камень. Так, СССР. Ну, у нее тут все как бы прям воровать, воровать, воровать. Ой, у нее есть ученик геоманта. И даже не один. Она держит целую араву учеников геоманта. Судя по всему. А что у нее еще есть в мастерской такой-нибудь? А как сюда попасть? А сюда можно пройти. И вот тут-то я маленько шманану. Ну, сундучок-то у нее. Так, она не смотрит. Черт, она идет сюда. Так, быстренько сундук. Тут же ничего интересного. Нафиг я сюда палец вообще. Так, шкафчик. Как-то у нее из личных покоев-то и красить нечего особенно. Ужас какой. Я разочарован, да. Так, ну, зато я сейчас поговорю с ней. Мне кажется, она торгует. Причем прям так хорошо. Она что-то не торгует. А, во, я хочу взглянуть на твои товары. О, разве я похожа на женщину, которая торгуется из-за пары грошей? Ну, давай попробуем очаровать на этот раз. О, вот с очарованием чуть получше. Так. Сохранимся. Я там тебе перевела свои мысли. Я уже прочитал. Окей. Я не ожидал от тебя такого честного. Да ладно. Я не буду сейчас говорить, что там мне написала Марина, но поверьте мне, я не ожидал такого. Зайдем снова с камня. Вот слушай, вот против нее нужно с камня заходить. Так что вот теперь, если я усну на стриме, ты будешь знать, что... Это, да, это точно. Это все, я... До глубины... Я оскорблен до глубины души вообще, потому что ты даже просто подумала об этом. Засомневалась в твоих стриморских качествах. Да, да, да. Естественно. Именно... А ты что подумала? Я об этом и говорю. У нас опять матчбол. Я думаю, что я зайду с камня, он счастливый какой-то здесь. Черт. Не надо было заходить с камня, это было глупое решение. Я просто очень хочу... Что, она тебя раскатала? Она меня раскатала бумагой просто. Бумагой по камню раскатала. Так. Ужас. Я помню, что нужно зайти с камня. Вот это единственное, что я помню. Вообще, чатик, между прочим, какого фига вы мне не пишете ее последовательность действий? Мы договаривались, что вы будете это делать. Ну, мы же чатик что-то сегодня... Опа! Она, короче, предугадала на этот раз, понимаешь? И зашла с бумаги. А я сейчас такой раз бумагой и прямо по камушку ее. Отличненько. Правда, у нас уже матчбол. Так. Я еще раз попытаюсь с камня зайти. У нее на шкафу лежит руководство по обращению с тенебрием. Да? Да. Да, подожди. Сейчас мы ее отвлечем. Я, кстати, с ней уже договорился. Я не понимаю, почему у меня тут... Я поближе вам камеру продвину, потому что у меня почему-то спид-3 мешают мне рассматривать мастерскую. Так, на шкафу это вот там вот наверху-наверху-наверху, да? Да, вот наверху, вот прям вот над синими вот этими камнями. Ну смотри, тогда хватай Мадору и по обычной схеме работаем. Работаем по нашей обычной схеме. Я притворяюсь кустом. Короче, только сохраняюсь. И тырю руководство. Опа. Отличненько. А сейчас я его еще прочитаю. Не-не, я обратил внимание, но, блин, нафиг писать просто книга. Так, использовать. Новая способность Тенебрий. Е-е-е-е-е-е. Внимание, вопрос. Что она нам дает? Это способность Тенебрий. Трогать Тенебрий, что ли? Ну там вот, например, в том вот оружии, которое мы смотрели, там требуется эта способность, чтобы им ворочить. Вот тогда все ясно. Вот тогда все ясно. Все. Она может быть свободна, я хочу с ней торгануть сейчас. Окей. Посмотреть, по крайней мере, чем она там торгует. Блин, я решила уйти, она такая, уже уходишь, но пока ты еще здесь, скажи, тебе известна хоть одна причина, из-за которой я не должна расплющить тебя. О, боже мой, какая она агрессивная. Прежде чем сделаешь хоть один шаг к двери, ты не хочешь сохраниться? Я сохранюсь. Потому что она меня будет отпускать на камень-ножницы. Надо сохраняться уже. Ну, давай я сейчас сохранюсь, но вообще обычно я сохраняюсь уже, когда начинается камень-ножницы. Окей. Гнили больше не будет. Блин, с меня бы еще снять одну, ну окей. Я покажала на левелапну. Окей, окей. Хотя, подожди, зачем? Попытка же будет не одна. В общем, ладно. Я ее буду запугивать. О, у нее запугивание 6, она круче, да. А у тебя? У меня двоечка. Боже мой, это будет длинный бой. Это будет череда сейвлодов просто дикая. Черт, жаль, что не я попал такая. Да, Скарлетт-то что там с нее? Ну, сняла соточку повреждений. Это ж ни о чем. Там поеднички наносит это вообще. Тем более я могу кровавиком, по идее, воспользоваться. Он, скорее всего, с ними тут фигню. У нас их просто... Как-то мне неохота как-то мне его использовать. Что, еще все не закончилось? Ну, я почти. Мне оставалось две победы. Ну, когда? В общем, можешь перезагружать. Я просто хочу посмотреть, бой начнется, реально? И кто в нем будет участвовать? Мне просто охота посмотреть. Так я, конечно, не хочу. Ученики, конечно же, элементали, да? Не, ну вообще, конечно, мы бы могли попытаться. Я думаю, что мы сейчас еще там одну-две вопыточки сделаем. Если не получится, то попытаемся еще повоевать. Вот. Хотя, конечно, там сложная ситуация, потому что, блин, все-таки у этих ребят уровень 14. А это не такие простые противники, как на предыдущей локации. Лукула Форест. Ну, давай, дубль два. Ну, ладно, попробуем ее убедить. Да, надо поймать. О, троечка уже лучше, окей. У тебя, да? Да, у меня. Все, ну да, я считаю, в полтора раза. Подожди, давай я сейчас прям сохранюсь, пока ты не начала. Пока ты выб... Или уже какой-то выбор сделан. А, хотя... Я уже сделала. Не, на самом деле, уже в рамках этой штуки можно, если что, тебя там кинет самое начало этого. Так, я пока все-таки посмотрю, что у Джана могу сделать. По крайней мере, хоть... Угу, у него будут основные параметры. Это отлично. И у него можно будет поднять гидрософистику. Это тоже хорошо. Ну и 14 уровень, в общем-то, тоже еще никому не мешал. Ледяная стена. Удар зимы. Это только на 16. Ну, хорошо. Е-е-ес, я сделала. Е-е-ес, победила. Я просто уделала, да. Блин, тебе, короче, дико везет. Такая пока еще троллит коза. Все, да? Так, дигалок закончен. Сейчас я попытаюсь с ней торгануть. Мне кажется, у нее должно быть просто что-нибудь крутое. Такая, понимаешь... Такая агрессивная баба должна располагать чем-то интересным. Вообще. Грюза. У нее есть какой-то крутой двуручный меч. За 20 штук. Ну, окей, за 19. Плюс один к двуручному. Но он на самом деле не настолько крут, потому что каких-то таких интересных эффектов на нем нет. Книга ослабления. Книга воздушный щит. Удар зимы. Это есть. Восстановление. Это есть. Хотя нет, восстановления как раз нет. Но оно пока и не нужно, окей. Это фигня. Это плюс к восприятию фигня. Фигня. Хотя вот телосложение. Еще вроде... Ничего. Но у меня примерно такая же. И неопознанные предметы. Что не очень интересно. А кто ты? Что за вопрос? Я главная распорядительница священного камня, назначенная самой Пифией. Пифия говорит со мной своей избранной ученицей. Я доношу ее волю до местных жителей. И теперь, когда ты знаешь, кто я такая, попрошу относиться ко мне с должным уважением. Расскажи мне, порочек. Расскажи мне о Пифии. Расскажи мне о Тенебрии, конечно же. И расскажи о своем ученике, который там проштрафился. Этому глупцу нельзя доверить и резиновый мячик, не говоря уже о такой драгоценной реликвии, как Кровавик. Он доказал свою бесполезность. Он воистину заблудший. Короче говоря, им можно пожертвовать. Да, кажется, я потратила уже достаточно времени, объясняя тебе учения непорочных. Если ты еще сомневаешься, значит, тебе печать заблудшу. Бой не начался, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Ну, я думаю, можно отсюда уходить. Угу. Но тетка действительно крутая. Тетка стремная, она какая-то. Ну, пойдем. О, у них тут, смотри, какая-то замечательная речка. Или ты уже видела, наверное? Да, я видела Кровавая речка, да. Прелесть какая. Я сейчас попытаюсь в нее зайти. Интересно, если Мадору раненую туда закинуть, она будет отлечиваться? И попытаюсь кинуть инертный камень. Что-то Мадора пока не лечится. Это не кровь от варенья. Да, вишневая. Так, а может, как-то можно пройти, понятно. Ну, нет, идти, в общем, некуда. Слушай, ну, это маленькая деревенька, и что-то как-то в ней ничего. Как вариант, мы можем попытаться сейчас в школе устроить переполох и проникнуть в тюрьму. Поджечь бомбочку в туалете, да, в школе? А, можно бомбочку поджечь, кстати, как вариант. Причем под бомбочку я подразумеваю поставить вот сюда вот бочку и бабахнуть сразу, чтобы она четверых цепанула. Да? Устроим дебош? Ну да, мы сейчас сохранимся и устроим дебош, потому что тут что-то как-то еще стражники бродят, меня это немножко смущает. В тюрьму есть вход на юге? А, вот так вот, да? Ну-ка подождите-ка, сейчас посмотрим, в тюрьму есть вход на юге. Где? А, вот отсюда, наверное. Подождите, а как? Не, ну, давай, пытаемся, ладно. Не будем пока убивать, да? Видимо, пока обойдемся. А, слушай, здесь действительно какой-то проход есть, давай-ка туда. Ну вот. Ну. Я сейчас чувствую себя как тот пингвин из Мадагаскара, которому запретили взрывать динамит. Опять-то свиньяк и не бал. И снова она убегает, короче, она чувствует вину. Реально. Так, мне кажется, пора Скарлетт маленько подлечить, потому что... А это что за прикол такой? У меня почему-то... У Джана часть полоски опыта окрасилась в белый. Не, не, у меня все нормально. И у всех остальных... А, нет, это был, короче, косяк, просто... Он показывал, типа, разницу. А, ты опять пропал. Что, я это? Да? А сейчас? Потому что я тебя, главное, вообще нормально слышу. К счастью, и на стрим твой звук норм... Ты до сих пор меня не слышишь, что ли? Марина? Да, поговори со мной. Нет, нет или да? Скажи, ты слышишь? Я говорю, просто, просто, блин, все так тихо. То есть, не тихо, а ты пропал. И я такая, ааа, блин, паника, паника, поговори со мной, что-то тишина. Не бойся, я здесь, не бойся, я здесь, я с тобой, не волнуйся. Ты что-то спрашивал, да? Не, не, я просто говорил о чем-то, но... Там морг ходит? Они мирные, так что... Брутор, или типа того. Они все мирные, так что... Все, все окей. О, и даже сундуки, которые можно лутать, ты представляешь? Правда, они пустые, судя по всему. Ой, я нашла клевые штуки. Какие? Кандалы, что ли? Клевые игрушки, да. Вот эти вот. Да, забавы. Подожди, я тоже хочу взять. О, почему ты их нельзя? Забава для двоих. Ты понимаешь, их нельзя взять в инвентурию? Я хотел взять с собой и унести. Одну хотя бы. Вдруг пригодится. Ну, мало ли. Саперский набор есть. Молодцы. В хозяйстве все пригодится. Ну, да. Закрыто. Черт, а зачем? Приковывать жену к плите, да? Ну. А, вот этот орк, да? Дай-ка я с ним поговорю, с этим Брутером. Эй, человек, обещаю не бить тебя по башке, если ты поможешь мне выбраться. Я тут еле помещаюсь. Да ничего себе, он загон какой-то. У него нормально вообще загон, на самом деле. Кто ты? Вроде бы меня звали Брутер, но вряд ли кто-то еще помнит об этом. Я же тут сижу почти всю жизнь. Даже не знаю, почему мне не перерезали глотку, как остальные. Наверное, решили, что я их любимая зверушка. Как ты попал в камеру? Я здесь с самого детства, если честно. Я и не видел-то почти ничего, кроме этих стен. Но солнце, даже такой тупица, как я, его не забудет. Когда-нибудь поможешь ты мне или нет, я снова увижу солнце. Я ухожу. Есть, типа, вариант его попытаться спасти. Ладно, давайте для начала просто осмотримся. Крыска, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Крыска, дай-ка мне информацию. Эти непорочные просто чудо. Они убивают своих, а не моих сородичей. Во. Прелестно. Ай, да. Скарлетт заражена, надо ее изолировать. Я чуть тут не своровал, потому что... У меня почему-то странные позывы всех здесь убить непорочных. На самом деле, вот вырезать всю деревню. Реально. Я не знаю, почему, но вот у меня почему-то есть такой позыв. Так, непорочный тюремщик. Там мы имп. О. Две штуки. Только поговорю с одним. Нет, пожалуйста, не обращайте внимания. Мы тут сидим, да, просто тихо сидим. Кто ты? Мы никто. Да-да, ваша светлость. Просто никто. Мы вам нисколько не помешаем, честное слово. На самом деле мы даже можем быть полезны. Ну, там, винтики подтянуть, решеточку починить. Почему тебя здесь за чили? Что за вопрос? Нет-нет, я... Бла-бла-бла-бла, короче. Бла-бла-бла. Ух, уже эти импы. Они такие слова охотливые, но бесполезные. Так, а здесь... А, там дальше люди какие-то. Да, я вот и хочу найти какого-нибудь. Вот, Фрэнсис. Сидит некий Фрэнсис. Я думаю, что он здесь наиболее интересным является. По крайней мере, у него есть имя. Фрэнсис? Кажется, мы встречались в Сейселе. Да, совершенно верно. Слушай, а это не тот ли, который медик? Совершенно верно. Твоя душа показалась мне достойной. Я даже хотел... А, я тот, который в таверне сидел. Да? Точно. Ну, пускай. Твоя душа показалась мне достойной. Я даже хотел передать тебе откровение богини. Никогда бы не подумал, что мы встретимся здесь как преступники. Почему ты в тюрьме? Это ужасная история. Отвратительная история. Я покинул Сейселе и отправился сюда, в земли непорочных. Я всего лишь хотел жить среди братьев и в городе богини. Но я видел ужасные вещи. И я подумать не мог, что богиня способна показать такое, приказать такое. Заметив мои сомнения, братья схватили меня и бросили сюда. Что ж тебя так испугало там? Об этом я не стану говорить. Боюсь представить, что со мной будет, если меня застанут за обсуждением столь деликатных тем с посторонним. Я ухожу. Сам ты посторонний. Мы тут на законных основаниях. У нас значки есть. Да. Медальоны. Но не важно. Так. Что может убить тюремщиков? Давай нападем и убьем тюремщиков. Слишком мало экшона. Добавим экшона. Давай. Сохранимся и добавим экшона. Сейчас подождем пока. Они здесь кругами ходят. Кто-нибудь подойдет. Во, давай вот этого. Которого. И че? А че он такой мирный-то? Я в него бабахнула, а он ничего. Давай вот этого теперь. Сюда, который идет. Стража сюда к бою. Репутация минус один. А, да ладно. Причем у тебя. Да. Причем он такой прибежал. Прикинь, вот просто взял и прибежал. Будь он проплит, а. Ну, знаешь, на репутацию Скарлетта это сильно не повлияет. Вообще. Это я так считаю. Не убудет от ее популярности. Э, ну какого? Так, сейчас я их тут зателепортирую по самой небалуише. Нет, не этот, не этот скилл. Телепорт. Телепорт. Так, ну все. Сейчас мы их... К нам еще как минимум трое подтянутся. Вот один достаточно близко. Даже больше, чем трое. Их будет больше. Один непорочный тюремщик просто ходит такой там и смотрит. Да блин, о. Тепло. Ишь, побежали, а. Сколько ж у него очков 10, а то он так бегает. Мы вершим добро и справедливость во имя луны. Он еще и хиляет его. Но он не очень сильно, к счастью, поэтому... О, а вот это уже опасней. А, нет, не настолько. Промазал. Ладно, просто промазал. В себя попал еще. А вот сейчас попал. В бедного Вальдемара. Тот таки опомнился. Ничего, я сейчас им тоже дам прикурить. Кажется, пора вызывать массовку. Тотих статистов? Ну. Давай. Тотих вот стройных ребят. Так, и отходить мне нельзя, будет, и потянете. Мимо. А, мимо. Попал. Слушай, надо лечить ее. Да. Что-то она прямо уже... Надо, что-то она огребла вообще. Ну, к счастью, у меня достаточно сильное лечение. Так, и я могу еще жахнуть вот сюда. Есть! Заморозила я одного и второго. Кстати, в группе появился арт по поводу заморозки. Да? В оригинал синий, да, может посмотреть. Отлично. Как написал сам автор, он не такой искрометный, как первый прогрипп. Мимо. Ага. Отлично. Но тоже ничего такое. Тоже ничего такое. Судорожно. Ну, хотя бы упал. И на том спасибо. Так, а потом будет ходить. Но скелет его добьет, так что ты можешь атаковать кого-нибудь другого. Или вообще мадору разогнать. Ну, там, в общем, смотри, соно. Да, с никами сейчас проблемы на кибергейме, поэтому всем, у кого есть возможность, советуем переходить... Советуем переходить на СЦ2 ТВ. Потому что что-то, что-то, что-то на кибергейме опять какие-то странности, да. Что-то ты наложила. А, на мадору что-нибудь, нет? Не за левелапил. А ведь надо было. Что-то вот она меня смущает. Или это он? Сейчас проверим. Нет, это все-таки она, да. И она меня смущает. Так, что я могу, что я могу такого здесь сделать? Ты можешь ничего с ними не делать, и я... Ну, я могу ничего, конечно, не делать, но... И я их потом там фаерболом фигану. Кого, вот этих трех? Да. Которые верхние, да? Окей. Я тогда попытаюсь добить его. Ну, можешь. Да. Так, есть... О, у него ключик. Да, мы действительно освободим этих ребят. Мы устроим здесь небольшую революцию. Небольшую кровавую баню. Ну, кровавая баня уже. Так, и такой вообще хитрый ход, короче. Отпрыгнуть. Ну, именно. Вот Джана я бы тоже маленько отвела. Как ты догадалась? Джана... Ну, это было, наверное, так непредсказуемо, да, Джана. Джан не может, у него он, блин... А потюнете? Короче, там он через два потюнете пройдет. Ну... Поэтому лучше этого не делать. Ну, окей. Не, я, конечно, могу Джаном кинуть удар молнией, и он куда-то отпрыгнет. Так, я сейчас почитаю коротенькое описание. Главное, чтобы не в огонь. Поражают до трех целей. Ну, нет, я куда ни кину, он все равно окажется где-то здесь, я чувствую. Так что нет, лучше не кидать. Так... Ну, ты можешь вот этого, который позади тебя... А, у тебя телепортация еще не отрисалась, да? Да, у меня только есть... Нет, я вообще-то могу в огонь его кинуть. Такой обычный телепортация. Ну, ты можешь вон к тем троим в кучу кинуть куда-нибудь. А, да, давай так и сделаем. Чтобы они все с одной стороны хотя бы стояли. Ну, вот как-то так, покучнее, покучнее. Угу. И... Черт побери... Ну, давай тебя вот так вот охладим немного. Ну и все. Так, у Мадуро ничего интересного нету, ее замедлили. Так что я просто пропущу. А здесь я попробую фигануть. Зафаерболить? Да. Сейчас надо только, чтобы этого доставало, а Джана не доставало. Так. Вот, вот так вот. Ай, хорошо накрыло. Отлично накрыло. Ну, я старалась, да. Скелетик еще тут немножко создаст массовку. О, он похож на скелета согрелся. Отлично. Скелета не жалко. Да скелету как-то пофигу вообще. У него тысяча здоровья, прикинь, у скелета. Ему реально пофигу. Еще и броня, видимо, неплохая. Так, а вот тут и Джану мальца досталось. А вот это вот не надо делать. Ну, Джан как-нибудь себя... Ты погляди, что он умеет, а? Тут барана, понимаешь, включил. Не слабо. И Джана напугал. Красавец. Ну все, по-моему. А Мадоро тоже напугал? А, Мадоро тоже напуган. Отлично. Отлично. Шикарно. Это лежит, те напуганы, я вызываю и в тентале ничего не знаю. Да-да-да, давай. Мне не нравится расклад. Расклад какой-то, да, фиговенький, конечно. А ты можешь чем-нибудь снять, интересно? Всю эту фигню? Да, снять испуг там пока. А, нет, испуг не могу. Блин, фигово. Ну ладно, сам сойдет. Испуг сам сойдет, как-нибудь. Так, один почти помер. О, давай. Ты сможешь. Правильно пишут в чатике. Он ее замадорил. Скарлет была замадорена. Ага. Именно так. О чем как-то в обход-то идет? А ты ближайшую цель просто выбери, он, по идее, должен пойти тогда. Вот, да, нормально. Так, все. Сейчас им, по крайней мере, придется очень долго обходить это все, чтобы до кого-то добраться. Пьёп. Очень странное имя у твоего элемента. Сейчас, вот что я хочу сказать. Пьёп из. Какое-то нечитаемое. Пьёп из. Пьёп из. Пьёп из. Пьёп из. Ох. Больно. Так, меня сейчас беспокоит Скарлетт. А, все. Скарлетт встала, но, правда, ход... Хотя нет, ход она не пропустит. Ну что, самое время вот для этой штуки, я думаю, моей. Новые фишечки. Вот. Эффектно, хотя слабо, на самом деле. Надо их, короче, по одному выносить. Надо, надо. Тот вот, который вот охлажденный, вот его надо сейчас забить. Ой, я сейчас его туда и попытаюсь забить. У него совсем мало хп. Черт, в него не получается попасть. Черт. Так, а у кого-нибудь есть побольше? Ну, вон. Я вообще в них не попадаю. Который тюремщик. Я вот только в нижнего, который... Ну вот и давай, его фигачь. А хотя нет, подожди. Я же могу. Я вот вечно забываю про дурную голову. А она, между тем, бывает полезна. Отлично. Так. Представляешь, человек хоть чуток смог прийти на стрим, но мало того, что пришел, так у него еще на кибергейме без косяков. Ник нормально видно. Вот же ж повезло. Ну, видишь, чудотворный стрим. А ты еще тут в способностях сомневаешься, понимаешь? Позволяешь себе. Я просто предположила. Так, мне вот этот чувак не нравится. Ближний? Да, он какой-то дурацкий. О, все. Я думаю, он сгорит. Так. Так. Ты можешь его фигануть. Добивать я его не буду. Он точно сгорит, я в этом уверен. Поэтому я лучше вот эту цель буду бить. Все. Блин, мне не нравится, что ты пропадаешь. Ну. Я чувствую себя вброшенной в этом адском помещении. Так. Тепло. Какого фига ее отлечивают? А, на ней, наверное, уже висело лечение просто. Увечья. А, слушай, на скелета сработало увечья даже. Ничего себе. Подожди, это только что твоего элемента подключили, да, по-моему? Если я правильно понял ситуацию. Ну, да, чутко. Они хотели его поджечь, но не получилось. Глупцы. Вообще. Так. Джанчик, давай сюда, давай, давай, давай. Так. И молнией. Груши всех. Вот так вот. Все. Е-е-е-е-е-е. Затащили. Немножко экшона добавили. Сейчас подожду, пока элемент растворится и кину сюда ураган. Ну, куда ты его отводишь? Наоборот, пусть там в толпе. Нет, тут все это фигни стоит. Хотя уже пофиг. С ним. О, как раз. Вовремя. Все. Ну, давайте перелутать. А я пока буду лечить. А что это, как Вальдемор загорелся? Ну, ничего, мы его тоже отлечим. Так. И-и-и... Немножечко Скарлетт. Все, да? Особо лута с них не было. Ну, да, там... Слушай, а ключ... По-моему, наверное, ты ключ подобрала. Кидай Скарлетт. Скарлетт у нас ключница, главное. И начнем выпускать потихоньку народ. Да. Все? Миссия освобождения. Открыто. Отлично. Вот тут самое интересное, потому что тут какие-то статуи драконов. Кто-нибудь дома? Кто-нибудь? Пошутила. И со второй то же самое. Ну, я вот, конечно... Ой, здесь скелет еще, точнее. Кости какие-то. А там что дальше можно... Ух ты, какой-то медальон. Серебряный амулет требуется опознание. Сейчас я его тебе скину. Давай. Серебряный. Очень, да, очень внушительный. Очень внушительный такой. Серебро это хорошо. Да? Мне он тоже больше нравится, чем известный альтернативный вариант. Чем эта попса желтая. Верно. Так. Но он просто сопротивление земле 30 дает. Да? Ну, это, конечно, неплохо, но не настолько. Теперь я сейчас считаю, что нужно триумфально освободить орка, но сначала не менее триумфально... У него там булка хлеба лежит. И несъеденная, да? Очень странно. Нет, я Джоану все-таки, наверное, вкинусь в скорость на этот раз. И прокачаю ему, конечно же, гидрософистику. Да. Вот так вот. И теперь сохранимся и выпустим орка, который никогда не видел солнца. Нет, он видел же в детстве. А, в детстве видел все-таки, да? Ну, который так давно видел солнце. Ну, что орк? Ну, он со мной почему-то говорит. Вот почему-то они все с тобой говорят. Эй, давай придумай, как вытащить меня отсюда. У тебя получится. Искатели источника знают много всяких хитростей. Кто ты? Но он уже говорил, как ты попал сюда. Он тоже говорил. Я ухожу. Так, теперь давай я с ним поговорю. Да, теперь давайте с ним поговорим. Может, он просто слишком большой, чтобы пролезть? Ты ведь даже в дверь не пролезешь. Вот-вот. Кто ты? Я ухожу. Так, давай, окей. Тогда, короче, давай. А попробуй его телепортировать. Да, да, я и хочу его телепортировать. Аккуратненько сейчас отсюда. Так, ну давай, Арчок. Ну да, кстати, я его могу телепортировать. Вот и все. Так, снова поговорим. Блин, ну и то же самое. Что, мне его нужно наружу, что ли, зателепортировать? Ну, это уже смех какой-то. Ну, хорошо, пусть тут стоит. Не хочет, не надо. Пойдем остальных освобождать. Это, видимо, не задумано, чтобы мы его освободили. Ну, или да, или какой-то определенный условие. Не, не задумано, чтобы мы его так освободили, по крайней мере. Так, теперь людишек освобождаем. Побежали, побежали. Ну, а эти вы выбежали. Теперь импы. Кстати, у них там внутри у людишек ничего не было интересного. Сейчас я посмотрю. Да, зайди, посмотрю. Я пока импов свожу. Не, ничего нету. Ну, импы тоже самое заорали, свобода, там все. Свободу попугаем. О, тут две косточки. Свободу попугаем. И так этой, кружкой так еще. Кружкой, попрутьем. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет Вовка, пусть всегда, да, там Вовка был. Пусть всегда буду я. Так, смотри, я предлагаю сейчас по-крутому появиться прямо здесь, предварительно сохранившись. Возможно, у нас просто сразу бой начнется.